привет 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 сегодня у нас будет видео для любителей болталок и различных рассказов от меня в сегодняшнем видео я вам буду рассказывать и показывать свою модовую косметику я знаю что вы меня давно просили видео на такую тему на тему бьюти на тему красоты так что сегодня я вам покажу продукты, которыми я пользуюсь чтобы ухаживать за своей кожей итак начну с того что у меня нормальная-комбинированная жирная кожа все зависит от сезона от периода от моего организма но она у меня никогда не была особой начнем с этого иногда бывают высыпания пару лет назад они были усиленнее чем сейчас но я думаю вы поняли склонности вид моей кожи если в двух словах сказать то как у большинства девушек в наше время итак давайте теперь начнем с очищения очищения кожи я пользуюсь мицеллярной водичкой от вермы уряж вот так она выглядит у меня это уже четвертая баночка так что я полностью довольна укуваю я ее в аптеке и тут улучшается у нас на 500 мл то есть это достаточно много хватает на достаточно долгий период времени чтобы не закупляться постоянно тем более я все таки снимаю видео на видео я пользуюсь намного больше косметикой чем в жизни в жизни хватает BB крема и туши для ресниц для видео я наношу намного больше тонального крема помады иногда пакияж глаз то есть совсем другое дело для того чтобы снять это другое дело нужно больше ходить уступительные водички молодцы но я вам точно сказать сейчас не смогу потому что я на самом деле не помню но около 20 евро я думаю это в сеге стоит не больше так что да вот уже она у меня заканчивается надо будет скоро восстановлять в покупку когда у меня повседенный макияж когда я вечером снимаю свой повседенный макияж то я использую один волный диск я не смываю душ водой я беру водный диск немного держу потом вот так вот протираю и снимаю макияж глаз сегодня тоже и возможно и биби дрем, которая попала немного на глаз чтобы заманить но редко я пользуюсь консилером потому что не знаю как это утром быстро надо все успеть и мастер-консилером когда никто это по сути не заметит не стоит я думаю вот так что я протираю личико сначала на одной части да в одного диска а потом протираю остальные слои а когда я снимаю макияж съемочный к примеру вот сегодня веке я буду вязывать такими ватными ватными дисками и двумя частями собственно иногда беру даже третий чтобы на все 100% очистить кожу я люблю даже психологически такое удовольствие когда понимаешь что полностью вся косметика снялась у тебя с лица если так можно выразиться витилярная вода для чувствительного типа кожи я не беру для жирной кожи потому что не знаю как моя кожа отреагирует на усиленный продукт если так можно сказать продукт знаю что моя кожа очень очень чувствительная очень нежная в этом плане она очень своеобразно реагирует на всякие различные новые продукты которые я для нее беру так что предпочитаю брать что-то для чувствительной кожи и считаю что это абсолютно подходит для любых типов кожи вот ну что ж когда мы очистили нашу кожу мы конечно же переходим к более глубокому очищению это у нас будет для лица какое-то и лично я сегодня вам его показывать не буду потому что это мыло как будто обычное для рук только это мыло для лица от какой-то биологической фирмы то есть я не помню что это за фирма в принципе какая-то итальянская наподобие и прованциале если я не ошибаюсь то есть что я как-то не могу запомнить если честно и оно получается для глубокого очищения кожи от каких-то там прыщиков недостатков высыпаний черных точек она стоит всего лишь 2 евро то есть это вообще сущие копейки и оно божественное но очень и очень хорошее больше уже наверное на протяжении года и во-первых что очень экономичное да и во-вторых оно идеально подсушивает кожу и благодаря этому мыло я избавилась от вот этих знаете которые маленькие уже давливать не надо это вот эти которые аж под кожей которые не болят то есть с таким упражнением у меня уже проблемы нет уже давним-давно раз в месяцок раз в три месяца может выскочить но это уже как бы невинно мыло то есть как бы бывает но в этом плане очень мне нравится вряд ли вы найдете где-то особо в истории вашего магазина вашей страны в России потому что опять-таки это итальянское мыло такое но если я не забуду я вам оставлю куда-то фотографию может быть его и вы подыщите что-то подобное так после глубокого очищения я аденизирую свою кожу тоником тоник у меня от вермы Роберт наверное в общем-то я ему уже давно пользуюсь уже на протяжении года если даже не больше знаете почему я его взяла? потому что есть одна плодержа, которую я очень люблю итальянская но она родилась в Аталии она темнокожая в общем-то она снимает все на итальянском такие бьюти темы и конечно же она тестировала многие продукты которые итальянские и вообще не только всякие различные крема тоники декоративная косметика и она когда-то снимала видео макияж вроде школы или что-то такое наподобие чешца и в общем-то она снимала такое видео и пользовалась вот этим тоником она сказала, что в бюджетном отделе это один из лучших если не самый лучший тоник и я решила его попробовать потому что он продавался в моем магазине и он действительно стоит совсем недорого и мне он отлично подошел мне его хватает на месяца 4-5 потому что я его открываю в Адлитиск потому что я его открываю один раз делаю и прочищаю всю кожу то есть я не выливаю полбанки на Адлитиск он предназначен для освежения кожи и это типа новая версия для нежной и чувствительной кожи написано, что это для сухой либо там ширины наверное для всех типов кожи вот и мне лично он очень нравится он очень не подобен либо он просто не дает никакого эффекта либо он действительно не полагает не знаю что из него я буду продолжать его пользоваться здесь написано, что это лед типа с розами что-то на подобии этого вот такая вот такая в общем-то вот воночка с таким тоником после тоника я ему даю там несколько секунд чтобы он у меня высох впитался в кожу и после этого приступаю к глубокому влажнику несмотря на то что у меня у меня более склонны к жарности кожи комбинированные в некоторых местах например вот бежбровные вот эта вот зона она у меня шелушится она у меня достаточно сухая вот и поэтому еще больше перезобран увлажняющим кремом и вообще даже если кожа как бы нуждается увлажнением поэтому не нужно так скажем упалять эту вазу с нашим скингеродин так что нужно обязательно увлажнять жирную кожу и забудьте с кремом это это крем Visible Difference это такой комплекс для супер-супер увлажнения кожи и восстановления я этот крем обожаю я им начала пользоваться когда-то давно наверное год назад примерно с моей еще более проблемной кожей когда я наносила тональный крем у меня всегда он поджирывал шелушение и поэтому я подумала возьму какой-то супер увлажняющий крем который пользовалась моя мама но короче я им пользовалась мне очень нравится как он увлажнял кожу и не создавал никакого эффекта шелушения поэтому я им начала пользоваться в плане с тональным кремом вот и потом вот совсем недавно пожалуй месяца 2-3 назад нет месяца 4-5 назад когда у меня закончился мой крем то я угрожила все спорту я купила себе такой шутер как спф защиты такой плюс но мне как-то он не подошел какие-то высыпания мне начали идти и я подумала ну что я буду опять тратиться возьму вот этот новый крем она им не пользовалась я влюбилась домазала всю банку и купила себе вот новую короче я влюблена в этот крем он абсолютно не забивает поры у него очень неприятная тонная консистенция в плане того что он очень хорошо уважает кожу и вообще все шелушения он хорошенько так смазывает я очень довольна этим кремом я очень довольна безумно нравится я очень извиняюсь за шумы которые вы сейчас слышите я знаю я сама хочу привабахать этого соседа но я это сделать не могу потому что он наполовину глухой и он итальянец итальянцы очень громкие люди я знаю что у меня здесь в глазах наверное уже горит огонь вся вот эта вот злость которую я хочу убить этого соседа когда он так делает ребята поймите меня я учусь у меня нет времени снимать помимо воскресенья иногда я выделяю специально для съемки я остаюсь дома и в такие дни либо у меня соседка врубает мозгу вовсю либо сосед живит что-то там делает я не понимаю как мне жить так что пожалуйста подстройтесь чуточку попробуйте хоть как-то меня помнять я забуду сам нервы уже но тоже нет времени на все мне нужно здесь кучу программировать это все на неделю или даже две поснимать кое-что-то по-другому если хотите подписывайтесь буду очень благодарна там очень интересный контент это тоже пустые вот такие вот у меня эти буретки такие вот обе да по поводу крема вернемся очень хорошие я советую да и стоят недорого 15 евро не больше максимум этого остального намного дороже но берем по баночке он очень эстетично выглядит а во-вторых по своим функциям то есть действительно очень хороший крем он сделан из стеклянной баночки он достаточно тяжелый баночка достаточно тяжелая но не скажу что приятный немножко напоминает запах крем невея вот этот софт базовый да он вот так внутри ну знаете мне очень нравится он очень хороший очень подошел именно под меня подстроился ну чтобы вот прям уж дополнить мою рутину я высыпаю некоторое я чувствую что брыщик вот тут красненький начинает попаливать и хочется чтобы он усох в этих случаях когда я вижу такие брыщики которые будут продолжить свое развитие я им хочу поставить запрет я им хочу поставить стоп по этой причине я пользуюсь маслом чайного дерева вот так вот так вот так вот это масло я купила на амазоне за евро десять не больше у меня его здесь еще стоечка ну на половинке примерно и я от него тоже очень довольна у него такой резкий специфичный запах который мне уже если честно даже нравится он напоминает что-то вот эфирное такое по сути это и есть эфирное масло скорее всего да но им пользуются и на на кожу ну да тут написано масло эфирное стопроцентное и здесь написано что его нельзя использовать без того чтобы смешивать с каким-то еще с каким-то еще аллокоситентом скорее всего с водой я не сломала а если это был присоедин мой живот просто неогомоним после борща в общем-то получается я что с ним делаю я просто-напросто беру его вот так вот на пальчик и на покраснение если вижу что еще осталось хоп на покраснение а потом еще с мелким смачиваю и вот так вот на все личико если у меня там есть пару или несколько пращиков знаете на следующий день а утром когда я просыпаюсь я это делаю все на ночь утром я им не пользуюсь абсолютно потому что слишком резкий запах да я предпочитаю чтобы он работал на моей коже ночью вот когда я просыпаюсь да утром на следующий день а у брышечка не то чтобы исчез конечно же но он уже начинает усохать я это вижу а если вот у вас когда-то бывало что вы давили брышечку потому что он был белый нельзя вот когда он тут и вот белый хочется выдавить вот но когда к примеру там выдавить да и он еще немножко такой красный такое чувство что что-то еще с ним будет у него тючилось в таких случаях я всегда все свои процедуры вообще с носом вот такие вот главные важные дела вечером перед сном вот я к примеру брышечка удалила его и хочу попользоваться вот этим маслом для того чтобы он окончательно усох припухлость спала и на следующий день я вообще-то просыпаюсь и у меня его уже как будто не было то есть осталось микроточек покраснения какого-то ну конечно же ну а так вот все спало с него и он ушел да так что мне он очень нравится я вам советую пользоваться любимым маслом эфирным чайновым деревом очень-очень помогает вот еще помогает иногда зубная паста даже неплохой выход если у вас нет возможностей или нет от магазинов в котором придают вот такое масло м��аю вы можете просто воспользоваться чайной пастой можете просто функционироваться зубной пастой он очень помогает лично мне ну и так, чтобы скингкер, рутин повседневный но все же как и все девушки раз в первую неделю, если не реже может быть когда-то часик, когда дико хочется я делаю масочки я больше с масочками рыслинки чаще всего я больше с фирмы GELMAR у нас вдали есть такая марка с различными компонентами биржирной кожи я, увы, ее все уже переиспользовала так что покажу вам, к примеру, вот такую масочку которую мне купила моя мама ну так попробую чисто это масочка вот эта вот марка скажу уж так для меня эти масочки они как для детей то есть поиграют всегда потому что они вот такие вот красочные, красивые это вот уже у меня вторая такая вот масочка одну я уже переиспользовала это масочка якобы с куричным таком пил афф эффектом то есть как бы ты ее намазываешь наличкой потом вот как пленочкой такой снимаешь ну что-то наподобие черной маски ну в общем то лично я если честно по запаху подумала что это клей выглядит он как обычный клей белый, прозрачный такой только он зеленого оттенка но якобы все таки огурец ну знаете я нанесла и подождала потом когда сняла мне очень понравился эффект с гладкой кожей и вот эти вот микроволосинки которые может быть были или вот горочки какие-то на лице может там вот прыщичка которые засохнут надо вот ее снять все это снялось так что в принципе вот эта вот мне не нравилась она неплохая ее очень так много ее хватает на один такой вот раз можно если по минимуму экономично пользоваться просто я подумала что она засохнет если честно вот действительно она вот так же выглядит как на картинке на коже она абсолютно хорошо снимается нет вот такого вот знаете что снимаете она прям такой хорошей пленкой снимается и ждала чтобы она засохла я примерно полчасика не больше не знаю вот примерно раз в неделю на выходных я делала и вчера я себе купила хотела себе купить скраб скраб для того чтобы очищать кожу возможно от каких-то вот таких вот сосушек уже корочка вот так которые хочется снять и вот это вот это вот такой вот гарнир гель для лица который делает 3 функции скрабирует кожу потом он конечно же ее очищает при этом гель для лица то есть он повседневный но я не советую потому что он все таки скраб и все таки он травмирует кожу если им пользоваться каждый день и блюзов как масочка я им буду пользоваться как раз в недельку или два раз в недельку как скраб и масочка он мне безумно понравился пусть у него кожа гладкая мягкая очень хорошая и абсолютно никак ее не травмирует по крайней мере на моей без воспаления без воспаления она не абсолютно не травмируется она очень приятная очень продукт так как я им буду пользоваться как вчера я буду правильно очищать кожу скрабировать по всему и оставлять на 5 минуточек как написано и он засыхает вот так немножечко и потом все просто снимает это очень классно я вообще без ума была от него мне очень понравилось ее очень приятный запах очень приятная консистенция такая снимается безумно быстро то есть раз-разы уже как бы снял и он такого чайного цвета я думаю как масочка как и скраб просто супер чтобы не постоянно покупать вот эти одноразовые я довольна мне нравится я вам советую стоил он около 8 евро вот такой вот гель хороший ну и самый завершающий последний эффект последняя фаза это увлажнение губы итак я пользуюсь обыкновенными блесками блесками гигиеничными гигиеническая гигиеничная я не знаю помада для губы я чаще всего пользуюсь от фирмы это итальянская только только вот эту вот вчера купила мини версию смотрите это называется не лабелло а лабеллино потому что это маленький вот такой вот розовенький и в форме такого яичка шарика вот так вот оно раскручивается и вот так вот мило выглядит розовенький он безумно пахнет здесь если я не ошибаюсь что-то наподобие яблочков и губничной малины но пахнет он божественно что-то как будто из детства напомнится там была с ментолом если я не ошибаюсь вот такая вот розовенькая но так как я девочка припевочка я решила взять вот такую вот розовенькую мне она безумно понравилась она стоит без скидки около 5 евро но так дороговато для обыкновенной гигиеничной попады гигиенической вот а со скидкой она стоила 3,50 луку но возьму уже попробовать пока что мне нравится абсолютно по вот этой вот мелодии по вот этому приятному самому но и блеску он придает вот вот так вообще без разницы в принципе они все подходят в принципе все я больше ничем не пользуюсь я надеюсь что вам понравилось это видео мне было очень приятно вам рассказать о своем уходе если у вас возможно есть какие-то вопросы советы какие-то хорошие личные истории с уходом за кожей может быть что-то в этом роде то пишите мне все в комментариях мне будет очень приятно почитать узнать возможно что-то новое и я вам благодарна за просмотр если вы хотите поддерживать мою двушечность подписывайтесь мои видео моё развитие то ссылочки на донат на патреон будут все в описании если вы хотите найти меня в соцзитях то тоже ссылочки на вконтакте на инстаграм и на всякое такое будет в описании так что я вам желаю доброй ночи и моих соседей тоже так что всем пока 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 субтитры